Госпочта уже длительное время занимается этим вопросом. И если мы посмотрим динамику, то в начале, конечно, было очень много вопросов такого общего характера. После того, как пошла массированная пропаганда, реклама, информация, поехали пропагандистские группы по регионам, вот после лета, особенно в сентябре, у нас резко усилилась активность в регионах. То есть у нас где-то 70-80 счетов ежедневно открывалось в регионах. Кроме этого, изменились уже и характер вопросов. То есть вопросы уже касались конкретно по какой цене, когда можно будет купить, где можно будет продать и так далее. То есть можно сказать, что эта программа также сыграла большую роль и в финансовой грамотности. Она вызвала очень многочисленные споры и среди депутатов. Вот мы участвовали в нескольких круглых столах. Это говорит о том, что уже население не равнодушно относится, а именно как бы заинтересовано. И мы ожидаем от 3000 до 300 тысяч потенциальных вкладчиков, которые по нашим опросам, может быть, даже не собираются покупать акции Кастронсойла. Тем не менее, у них интерес возник, и они спрашивают, какие другие компании будут. Потому что у всех разные приоритеты. Тем не менее, люди стали уже и открывать накопительные счета для того, чтобы накопить деньги для покупки акций в будущем. Поэтому мы считаем, что эта программа действительно сыграла свою большую роль в активизации населения. У нас, как уже говорилось, открыто 3000 отделений связи. Проведены обучения всех наших операторов, которые будут работать по данной программе. Мы разместили 200 тысяч буклетов, флайеров, листовок в наших отделениях связи. Каждый день проводятся консультации. Кроме этого, в время подписки, я думаю, будет еще дополнительно проведена работа по разъяснению тех рисков, которые присущи, и сравнительный анализ с депозитами, чтобы люди не рисковали зря, и четко понимали, что они покупают и для чего. Кроме этого, у нас продолжаются проводиться семинары. Для наших работников это 22 тысячи человек, работников Казпочты, которые также проводят разъяснительную работу среди подписчиков газет и журналов, это вот почтальоны, среди вкладчиков депозитов и так далее. То есть мы считаем, что Казпочта готова, во-первых, во-вторых, мы считаем, что это пилотный проект, и на базе пилотного проекта мы получим те вопросы, которые, допустим, может быть, мы еще не охватили, и можно будет в дальнейшем проработать их. В частности, можно сказать, что во время круглого стола спрашивали, а что делать студентам, у которых нет денег и так далее. То есть, в принципе, можно будет проработать программы отдельно уже для молодежи, для пенсионеров. Так что это, я думаю, что очень полезно было.